За последние 20 лет на большие экраны вышло огромное количество фильмов, но с каждым годом т.н., малые экраны становятся все популярнее и популярнее. Если раньше крупнобюджетными блокбастерами называли только полнометражное кино, то за последние годы бюджеты и сюжеты некоторых сериалов многократно превосходят культовые фильмы прошлого века. Однако, далеко не все великолепные сериалы получают логическое окончание по тем или иным причинам, что раздражает зрителей и рушит карьеры режиссерам. Вот небольшая подборка сериалов, которые оборвали на самом интересном месте. Именно благодаря таким неожиданным решениям киноделов, многие люди принципиально отказываются смотреть сериалы, если они еще не закончены. 1. Джон Доу Джон Доу, 2002. 2002. Кто виноват, телеканал Фокс в начале нулевых был настоящий бум на разного рода нестандартные сюжеты в сериалах. Бюджеты только-только стали сопоставимы с крупными фильмами, а главные актеры были еще голодными. Так и вышел сериал про человека, который знал все на свете и за ним охотилась тайная организация. Первый сезон был довольно высоко оценен и закончился на самом интересном месте. Однако, кинобоссы посчитали, что им невыгодно снимать продолжение на фоне главных конкурентов. Тысячи сериалов про полицию. В итоге сюжет оборвался в одном шаге от главного ответа всего сериала, кто такой Джон Доу. 2. Святой дозор Мираклс, 2003. Кто виноват, неоднозначный сюжет и его подача снимать что-то на тему религии – это изначально рисковая затея. А если в сериале утверждается, что бога нет нигде, got is nowhere, то это вызовет неоднозначную реакцию у особо ранимой прослойки граждан. Так и вышло. У сериала была крайне интересная концепция, молодой священник исполнял работу адвоката дьявола и разоблачал уже чудеса, пока сам не столкнулся с проявлением божественного. Или не очень, благодаря слишком религиозному подтексту, основанному на реальных исторических фактах, сериал подвергся серьезной критике на родине и вскоре был закрыт. Как водится, так и не раскрыв основную интригу. 3. Карнавал Карнивала, 2005. Кто виноват, новое начальство любителей разного рода твинпиксовщины были в восторге, когда натыкались на этот сериал. А еще больше фанатам нравилось то, что сценаристы официально объявили, что весь сюжет уже написан и будет отснят за шесть сезонов, где зрителя ждет нечто потрясающее. Начиналось все крайне благополучно, бюджет каждого эпизода был около четырех миллионов долларов, что на порядок превосходило все прочие проекты канала HBO, однако, вскоре новые кинобоссы решили прикрыть лавочку, и свернуть сериал после второго сезона. Таким образом, мы никогда не узнаем природу таинственных вещей, что так убедительно показали по сюжету. Да, описать сюжет, значит все заспойлерить. 4. Светлячок Firefly, 2002. Кто виноват, низкие рейтинги куда же бескультовые космооперы. Любители качественной фантастики уже давно разделились на два лагеря. Одни яростно утверждают, что светлячок был самым недооцененным фильмом тысячелетия. Другие же, посмотрев единственный сезон, пришли к выводу, и вот из-за отмены этого был такой переполох. В любом случае, сериал спустя годы обрел культовый статус. А поклонники в свое время даже добились выхода фильма продолжения под названием «Миссия Сиренити». Который также с треском провалился в коммерческом плане. Впрочем, это не отменяет того факта, что сериал был закрыт преступно рано, на середине первого сезона. Мы так и не узнали о дальнейших приключениях шайки отважных космических контрабандистов. 5. Ковбой Бибоб Ковбой Бибоб. 2021 Кто виноват? Коммерческий провал любителей фантастики, что не смотрели оригинал, но смотрели светлячка. С огромным любопытством ждали экранизацию ковбоя от небезызвестной агит-платформы Netflix. Космические охотники за головами, великолепный блюз, история великой любви и верной дружбы, в полном ассортименте. Однако как бы красиво не был снят сериал, на него обрушился шквал критики. Сериал отхватил буквально за все, кроме операторской работы. Видя настолько негативный отклик, маркетологи стримингового сервиса поспешили заверить, что продолжения у этого сериала никогда не будет. И очень зря, повторит ли он судьбу светлячка. Субтитры создавал DimaTorzok